Существует множество точек зрения о начале войны. Мы предоставляем вам самим выбирать, которая кажется вам правильной. Войны и всей Второй мировой, видимо, в Советском Союзе быть объективной, честной, ищербующей просто не могла. Политика была тайной. Нам говорили, что не было никаких тайных протоколов Молотов-Риббентров, мы оттягивали войну и так далее. И сколько не написано книг антисуворов, фальсификатор, это английская разведка, за него написала, не опровергается. Потому что логику и правду опровергать довольно трудно, особенно когда говорят, нет, архивы открывать еще не время. А когда будет время? У нас архивы 1917 года открывать еще не время, скоро сто лет, уже там два поколения с тех пор ушло, а все еще не время. И невозможно спорить с тем, что у нас было танков в 6-7 раз больше, чем у немцев. Разумеется, Жуков об этом писать не мог. К самолетам относится приблизительно то же самое. Существует диспозиция войск, оборонительная и наступательная. И в зависимости от того, какие действия планируются, войска располагаются на местности, близ линии контакта с противником, тем либо иным образом. Так вот, наша диспозиция была совершенно наступательная однозначно. И сосредоточенно все было в выступах для броска вперед. И существовала доктрина, которую военачальники, будь то они опытные или неопытные, умные или глупые, доктрину они менять не могли. Вперед! Не боясь охватов, танковыми клиньями, замыкая врага в клещи и все первые недели и месяцы войны вперед-вперед-вперед, а поскольку координация у немцев была лучшая, организация была лучшая, войска были дисциплинированнее, то у нас из этих безумных наступлений ничего не получалось. И, кстати, меня это все время поразило. В 1941 году наиболее успешно на дивизионном уровне, из всего, что я знаю, действовала особая московская дивизия генерала Крейзера, тогда был полковником. Если судить по действиям остальных людей до уровня командира дивизии того времени, может быть, он мог бы больше, кто знает. Это ведь зависит не только от полководческого умения, от характера, от умения ладить с начальством. Если мы возьмем Жукова, Жуков был наверху, Жуков должен был что-то предусмотреть и чем-то командовать. Но потом мемуары Жукова, все это сплошная вода, это помесь пустоты с ложью, так называемая вся эта книга. И вот мы в результате до сих пор не имеем толком истории Великой Отечественной войны. У нас история войны, в общем, создана была последовательно Виктором Суворовым, далее книгой Игоря Бунича «Операция гроза», далее Владимиром Бешановым и далее Марком Солониным. Вот эти люди. В ответ Институт военной истории Иванович Алексей Исаев, потому что он просто пишет складнее, мозгов чуть больше. Потом они ему стали завидовать, выгнали его обратно вон из Института военной истории, и тогда он стал самостоятельный. Вот и вся наша история войны, потому что если от вас скрывают правду, значит, там есть что-то, что не хотят, чтобы вы знали. Вот я хочу сказать, что всё-таки, может быть, картина не столь уж мрачная. Последние три, может быть, четыре года появились новые книги, поскольку были открыты архивы. Вход до архива «Армия», «Фронт», «Верховное командование». Хотя вот архивы самого «Верховного», по-моему, ещё не открыты. Появились новые документально фундированные книги. Вот, например, вышла недавно книга «800 страниц», посвящённая Прохоровскому сражению. Вокруг него было много такой мифологии. Суть якобы была такая, что это было крупнейшее встречное танковое сражение, в ходе которого немцы были разгромлены и прочее. На самом деле, всё обстояло не так, против немецкого корпуса, корпуса СС. Были брошены две армии. Пятая – гвардейская армия и пятая – танковая армия. Причём эта атака была не подготовлена, в итоге были понесены колоссальные потери. А немцы продвинулись вперёд. Они были отброшены. И, конечно, эта операция выглядит сейчас совсем в другом свете, чем это преподносилось в течение многих лет. Вот нечто подобное мы встречаем и в других случаях. Вот такой автор Вопуховский, который очень подробно на основании новых документов описал, проанализировал катастрофу с окружением Западного, Резервного и Брянского фронтов. Это было самое страшное поражение 1941 года, когда Москва осталась голой, незащищённой. По поводу Ржевского сражения. Вот недавно я приобрёл две книги, они и вместе продавались, поскольку одна из них была написана нашими авторами, а вторая принадлежала командиру немецкой танковой дивизии, сражавшейся в тех же местах. То есть это как бы об одном и том же событии написано с двух сторон. И эти две книги интересны. Там тоже проливается свет на колоссальные потери, на бездарность полководцев наших. Так, не разбери их. Более реалистично всё описано, чем это изображалось ранее. Тем не менее, при всём этом, значит, надо отдавать должное именно героизму солдатам, стойкости солдата, храбрости очень многих и военачальников, и солдат, вопреки вот этой безалаберности, неорганизованности, бездарности, грубых ошибок военачальников. Поэтому, по какой-то мере, история проясняется, и дальше будет проясняться, потому что в этом есть глубокая потребность народа знать правду. Дом радио. Идёт подготовка передачи сообщения фюрера для всех германских радиостанций. Имперское министерство народного образования и пропаганды. Рейхс-министр доктор Геббельс зачитывает воззвание фюрера. Она впервые раскрывает перед всем миром заговор Лондона и Москвы против Германии. Фюрер после многомесячного молчания, через 12 часов размышлений, наконец пришёл к единственному выводу. Я решил будущее и судьбу Германии снова вложить в руки немецких солдат. Так выглядело объявление войны в официальной версии Германии, обращённой ко всему миру. Ещё одна версия начала войны. Товарищ Сталин следил за тем, чтобы узнать, когда немцы будут закупать зимние вещи для зимней компании в России. Однако, они их так и не закупали. Поэтому он был уверен, что если они до конца мая не начали наступление на Советскую Россию, на Советский Союз, то войны в этом году не будет. И поэтому в конце мая он отпустил в отпуска всего армии, всего разрешил отпускал, снял боевую готовность, которая была армией до конца мая 1941 года. Ну а Гитлер, увидев раскрытые границы, не удержался от искушения и начал войну. Вспоминает Люсиета Дубовая, урожённая Лившица. Семья наша была достаточно большая. Мама, папа, трое сыновей, я четвёртая. До войны жили мы в Херсоне. Собственно, это родина моя и родители. А мы взяли старшего брата. До этого он был 8 месяцев на финской войне, а в 1940 году его взяли уже на действительной. Где-то за неделю до начала войны папа уехал в командировку во Львов. А старший брат, Александр, служил на границе, на самой границе в Гродно. И он ему прислал вызов, потому что это была территория, конечно, закрытая. И папа к нему приехал. Он побыл там несколько часов, не весь день. А в субботу, 21 июня, он вернулся. Он летел Львов, Одесса, самолётом и остановился в Одессе, гостиница Красная. Она расположена на улице Пушкинской. А Пушкинская пересекает Одессу от вокзала до моря. И вот он рассказывает, что всю ночь он стоял у окна, всю ночь шли войска. И настолько тревожно был его рассказ, и настолько тревожно было в Одессе, что он всем приказал домашним молчать и не говорить, о чём он рассказывал. Это была суббота. 21 июня 1941 года папа вернулся из командировки. Это была суббота, а в воскресенье 22-го мама стояла, у нас был в собственном доме, как во всех небольших провинциальных городах. И она стирала, даже вручную стирали, стирала его рубашки, которые он привёз из командировки. А я пошла погулять на улицу. И там проходит какой-то мужчина и говорит соседу, ты знаешь, Яша, началась война. Тот ему говорит, что тихо, тебя посадят в тюрьму. Мы же знаем, что говорить даже о войне запрещалось. Но когда я забежала во двор и говорю, мама, вот я слышала, как сказали Яши, она говорит, мы уже слышали, только что выступала. И я очень хорошо запомнила, как она стояла, стирала рубашки папаны, и слёзы у неё прямо в эту мыску. Она сразу понимала, что брат мой, сын её на границе. А папа приехал и рассказал, что часть стояли они в Гродно. Буквально вот разделяла нашу территорию польскую, узкая речушка. Там говорили по-немецки, были они одеты в польскую форму, но говорили они по-немецки. Там уже были немецкие войска. И, конечно, безусловно, что когда началась война, то где-то через 40 минут немцы были уже в Гродно, потому что их разделяло. Он говорит, папа, узкая речушка. Ни одного письма не получили. Ну, сразу стало очень тревожно ехать, не ехать, эвакуироваться. Мнения были разные. Ну, мы знаем, как говорили, ой, немцы культурный народ, они не будут. Тем более, что мой папа во время Первой войны, у меня даже есть фотография, был в плену в Германии. Он говорит, что это такой цивилизованный и культурный народ, что бояться нечего, что всё это разговоры. Но мама сказала так, нет, ты не хочешь ехать, оставайся. А у меня мальчики комсомольцы, я сама поеду с детьми. Ну, и мы начали, ну, что готовиться? Готовились постепенно в дорогу. Уже в августе, так как второй брат был, военнообязанный или как, но ему дали разрешение на выезд. Нужно было брать в военкомате разрешение, потому что немцы наступали, они уже не могли сформировать части. К сожалению, потому что у меня один выездный брат остался, он остался жив. В последний момент их всех на Дальний Восток, они просидели всю тюрьму, всю тюрьму, всю войну. Это всё записывается? Да, да. Он уже где-то есть тут. Мы билизовали и отправили в Семипалатинск. Очень недолго он был на каких-то курсах, и сразу отправили на фронт. Всю войну, весь этот период он был под Сталинградом, радистом. И выстоял весь Сталинград. И к великому горю, его после Сталинграда направили в Донбасс, и там он погиб. У меня есть письмо. Третий брат, Фимочка, он ушёл добровольно. Он ещё мог быть шесть месяцев дома. Я очень хорошо помню, как мама плакала. Если я не ошибаюсь, она даже так его обняла, вроде бы на колени ставила. Ну, что ж ты меня оставляешь? Мама, я комсомолец, я должен быть. Он прошёл весь период, и в Венгрии в 45-м году он погиб за несколько мест. Сегодня, благодаря тому, что открыт доступ к архивам Министерства обороны, мы нашли подтверждение тому, что Ефим Давыдович воевал очень неплохо во время войны. В течение одного года он был дважды награждён правительством и наградой. В одном случае он спас твоих товарищей, вывел их из-под огня, когда был подбит танк, а они были в качестве десанта на танке. А во втором случае он уничтожил двух фашистов и взял одного из них в плен. В первом случае он был награждён медалью за боевые заслуги, а во втором – медалью за отвагу. Мы разыскали его могилу в Венгрии, и уже не было живых ни мамы. Но не папа, мы с Вилей были. И надо сказать, к великому счастью нашему могила ухожена. И к великому огорчению могила брата Илюши. Папа тоже поехал в Донбасс. Абсолютно невозможно было найти. Венгры так трепетно, венгры так по-душевному, по-человечески ухаживают. За могилами там всегда живые цветы. Мы только пришли. Пошёл Вилей к сторожу. Он говорит, я вам сейчас покажу. Вот он сразу показал памятник, где брат. И у меня есть письмо. Красный крест, всё у них там в порядке. Чего не скажешь о нашей власти. После войны папа со своим племянником, офицером, поехали на Донбасс. У нас есть где погиб. Они обошли всё. От военкомата до до-до. Никаких следов. Так видно, косточки. Ну, что вам сказать. Это было, конечно, страшное горе. Особенно для мамы. Ну, папы тоже, но мужчины как-то по-своему переживают. По сути, мама ушла из жизни так рано, потому что это горе её преследовало всегда и всю жизнь. Действительно, вот для неё 9 мая – это был праздник со связами на глаза. Она никогда никуда не ходила в этот день. Ну, собственно говоря, её вся жизнь уже была не такой, какой должна была быть. Она была очень мудрая женщина. Очень мудрая. Рано умерла. Ну, что, я как могу так храню память. Мы жили в деревне до 27 июля. 27-го было решено, что мы должны уезжать, причём уже по железной дороге мы не могли, поэтому прикатили к нам во двор большую телегу и выехали в дорогу. Когда мы выезжали из Ширяева, вышел навстречу нам броневик, бронемашина такая. Из неё высунулась голова полковника, перевязанного, окрабленной повязкой. Он сказал, по этой дороге не едьте, по этой дороге не едьте. Все дороги указал. Единственная дорога была в соседний район Андрея Ивановский. И мы поехали по этой дороге. Значит, у отца была только справка, что мы просили помочь передвигаться до Днепропетровска, что погрузят пять еврейских семей, а это Ширяево было в своё время еврейское местечко. Собственно, и поэтому отца туда и послали. И вот пять семейств выехало в Днепропетровск на лошадях. Вот так началась наша война. Мы проехали всю Украину с отступающими войсками. Оторвались только где-то под Харьковым. Была остановка. Доехали до Купинска. И в Купинске там дали один вагон. И там много собралось народу. И запихнули в этот вагон. И отправили первым же составом, который шёл на восток, на юго-восток. Вагон шёл на Ташкента. Поэтому мы сошли по дороге в Рюдзаевке. Это, по-моему, Мордовская автономная. В Рюдзаевке сошли. Уже в Рюдзаевке была зима. Уже лежал там снег. Нас отправили в крытом вагоне с чугунной чушкой. Нас отправили. И мы доехали до Казани. В Казани мы сошли. И там отец связался со своим братом по телефону. А брат был директором завода в Ижевске. Директор мотозавода. И нас посадили уже в настоящий вагон. И мы приехали в Ижевск. Беспримерной в мировой истории, поистине героической и драматической эпопеей, явилось массовое перемещение в первый период Великой Отечественной войны из так называемых угрожаемых районов СССР на восток, население промышленных предприятий, имущества МТС, колхозов и совхозов, культурных и научных учреждений, запасов продовольствия, сырья и других материальных ценностей. Осуществленная в Советском Союзе эвакуация по своим масштабам и срокам была не только производственной, но и уникальной стратегической операцией. Нас принял эвакопункт, дал нам комнату в частном секторе, пришел человек, без апелляциона, освободила хозяйка комнату, и мы зашли в ту комнату. На второй день отец пошел в 51-й строительный трест по направлению эвакопункта, а брата, отец с дядей решили устроить на заводе работать учеником токаря. Так брат попал на этот завод. Он только успел за три месяца получить разряд и стать уже самостоятельно работать. Когда приехал на завод Берия с Ворошиловым и привезли приказ о передаче с завода из Министерства Машиностроения в Министерство Вооружения с целью в ближайшее время начать выпускать пулеметы. Всем перевооружением завода руководил, конечно, дядя с его штабом. Брата там определили к мастеру, который приехал, из Серпухова приехал. В числе многих мастеров переводили сюда, сразу эвакопункты определяли, куда кому на работу. И вот брата в это время завод перестраивается. Не хватало инструмента. Станки были, а режущего и прочего инструмента не хватало. Решили создать цех инструментальный. И брат, уже будучи токарем третьего разряда универсала, перевели туда. Сразу сделали досрочный выпуск из ремесленного училища специалистов токарей, прислали сюда и организовали молодежно-комсомольскую бригаду, которой руководил брат, потому что он был немного старше летами, ему уже было 16 лет, и он был летами старше своих подчиненных. Виле Дубового, на что он способен, и мы тогда его утвердили комсоргом цеха и бригадиром этой бригады. Так поработал он несколько месяцев, и опять еще при Коваленке, Коваленко его вызвал, и говорит, что вот на Урале организовали фронтовую комсомольскую бригаду, и вот хороших результатов они добились. Он предложил брату возглавить эту бригаду на базе той бригады, которая у него была. так бригадиром комсомольской фронтовой бригады. Завод начал выпускать пулеметы МАКСИ. Дело в том, что не все еще станки были, а специалисты уже приехали. пока подвозили станки, значит, пулеметные стволы, это самое сложное дело в этой работе, нарезали, туляки нарезали при помощи переделанных токарных станков, и продукцию начали выполнять. Здесь я должен немножко остановиться, чтобы рассказать о ПЦ. Отец начал работать в строительном этом 351-м, но он работать не мог. Он был помощником управляющего тресом, а фактически это снабженцем. Нужно было очень много ходить. В 1936-м году отец работал, когда директором ТС в немецкой колонии село Батерлова. Карла-Липнерского района. На 1 мая делали, он должен был провести в одном селе, посвященном международному рабочему празднику. Была грязь, дороги плохие были, у отца была маленькая машинка легковая, газ АА, брезентовый тентом, без окон, без ничего. Вот такая машина была. Но когда они были, проводили митинг, какая-то сволочь, ну, подрезали супицу переднего колеса. и когда отец провел митинг, сел в машину, они только выехали за деревню, выехали на дорогу, дорога была размытой, машину бросало, и, конечно, переднее колесо отскочило, машина перевернулась. Отец у меня такой грустный был, дядька. И отец вылетел, машина на него, и его здорово поломало. Поломало ноги, ключицу, и еще были повреждения. Но в Одессе его подлатали, все, он еще продолжал работать, нормально, но ходить он уже очень тяжело ходил. И здесь он просто сдал дорогу, он почти все дорогу прожел, ноги полностью сдали. И как раз понадобился нашли артель металлист, которая в Ижевске выпускала ложки, вилки, кровати для общежитий, кастрюли и такую еще утварь какую-то. Вот такую. И этой артели дали задание делать всего-навсего запалы для гранаты F1. Так. Причем не снимая номенклатуру ложки-вилки. Да. Шепотреба, потому что для госпиталей нужны были кровати, для госпиталей нужны были лагуны для приготовления пищи, нужно было эти лагуны лудить все время и вот такая работа. Отец не металлист, он был до того, как попал в деревню, он был грузчиком. Когда попал в деревню, значит, ну, начал изучать сельское хозяйство, но когда учился в академии в Харькове, по-моему, академия Симаша, имени Симашка была, на директор НТС учился, там было у них металловедение и машиноведение, как предмет, он всего полгода занимался, а вообще у него образование было три класса. Хедер, да, он три класса всего прозанимался, умер его отец, и он с 14 лет начал работать на заводе, а потом, когда подрос немного, стал грузчиком, потом бригадиром грузчиком, но во всяком случае, он что-то в машинах знал, и он решил, что он пойдет, когда ему предложили, он решил, пойдет председателем этой артели, это промокоперация, но пришел, конечно, с станочного парка, там почти что не было, почти что не было, но тогда еще работал дядя, и когда начали уже выходить пулеметы, нужно было зип делать к пулеметам, они заговорились по-семейному, но оказалось очень интересное такое задружество, из фонда заводов старые станки, автоматы, токарные, фрезерные, значит, дядя передавал в артель, а артель по этому поводу брала на себя обязанность значит, делать зип к пулеметам, теперь артель обязали делать метизы к ящикам оружейным, это для 74-го завода, и для прочего, для прочего, значит, нужно было замочные делать приспособления и петли, и вот это вот артель должна была делать, и тот председатель, который сменил ушедшего на фронт, председатель, с этой работой справиться не мог, вот послали отца. Вот отец пришел, сел с этой Асей Ароновной, поговорил, она берет на себе всю техническую, он берет всю организационную массу, конечно, очень многого не хватало, чтобы делать, но, тем не менее, отец, надо прямо сказать, толковый человек был, толковый человек, где бы он ни работал, там у него получалась работа, люди, и вот на этой базе он начал полуручную делать вот эти запалы, все получилось, все, что хотели, при помощи Ася Ароновны и ее руководство разработали, пошло, остановились на бойке. Боек для гранаты, конечно, тот, который можно было сделать в артели, даже нельзя было показывать военкомовским представителям, он абсолютно был негоден, но не все было, это специальные автоматы делают и все. Отец сумел дойти до представителей комитета обороны, который находился в обкоме партии, и вот так поставил вопрос, все готово, все мы даем, в атакую, а вот боек не получается. Через два или три дня прилетел из Москвы самолет, на самолете доставили эти бойки и сразу же пошли уже готовые изделия, готовые изделия. Но это не все. Нам в артель, я говорю нам, потому что впоследствии я работал там, привозили заготовки, болванки, ранат Ф-1, их иначе называли лимонки во время войны. Значит, привозили, нужно было покрыть лаком внутреннюю часть, потому что соприкосновение чугуна и взрывчатки могло дать нагревание и взрыв. Поэтому сидели девчата и смазывали внутри, мы нарезали резьбу на этих и выходили. Вот это деятельность. Эти запалы выпускали до последнего дня войны. Что касается еврейского населения, работы, то я был очень хорошо знаком и входил в дом главного металлурга 71-го завода Гуревич. Значит, он в 37-м или в 34-м где-то где-то в эти годы он закончил институт где-то в Германии и его направили на металлургический завод Вежевский. и он с тех пор работал в Вежевске. Когда я был с его сыном знаком хорошо, когда я приходил к ним, жена как-то показала сколько орденов у него таких хороших, но орден трудового красного знамени у него был второй десяток номер. Не то 12-й, не то 15-й, я уже не помню, но дело в том, что это один из первых кавалеров этого ордена. Ну, в Германии я сказал, что работал в комитете обороны и там еще многие работали. Ну, брат с 43-го года обком комсомола его направил на завод комсоргом комсоргом завода 46 танков танковые было наркомат танковой промышленности был тогда такой но это может быть уже было в министерство и он на 46 заводе был комсоргом когда мы приехали туда у нас сестренка была ей еще трех лет не было два года только исполнилось отец брат сразу пошли на работу оставался один я с сестренка с сестренкой жена была мама нужна была и папа нужен был все а папа работал по 12 18 часов брат старший работал тоже по 12 часов а часто и потом когда на заводе работал 46 без нормирования времени и мне пришлось с сестренкой возиться я все-таки должен был чего греха таить я должен был и кормить семью потому что получки получали работали много платили много но продукты были настолько дорогие что получки хватило на три буханки хлеба ну как я был самый хороший спекулянт я должен был купить им кусок хлеба во-первых был сначала коммерческий хлеб я поднимался в 4 часа утра ходил занимал очередь а потом ухитрялся зайти в магазин давали по пол килограмма хлеба но было 6 продавцов очередь была на несколько кварталов я ухитрялся брат полтора килограмма два килограмма одного двух провоци до тех пор пока меня значительно не приметили и так когда я уже брал второго или третьего меня зашивы разхватили и как шелудивого щенка выбросили с магазина но потом магазин закрыли и все нужно было ходить на базар я покупал карточки которые не отоваривались искал место где отоваривают карточки сумел за определенное в общем проявить как отоваривал карточки водку и папиросы я не курил и не пил я продавал на базаре удмуртам старикам они давали мне картошку репу вот так вот я крутился вот ну только благодаря тому что отец был председатель кого-то председатель артиллер металлист я пошел в металлист работать учеником токаря и меня поставили на операцию запалов я должен был в день давать вытачивать вернее подгонять на оправке должен был на токарном станке подгонять 12 тысяч шайбочек на каждую гранату шло по 4 шайбочки которые держат боек всего-навсего этим начала самая работа и этим кончалось но без этой работы конечно нельзя было собрать кв это тяжелые танки климент ворошилов созданный на кировском заводе генеральный директор был Зальцман Майсель Зальцман что вы говорите потом был нарком танковой промышленности Советского Союза Зальцман генерал герой социалистического труда а главный инженер кировского завода потом заместитель наркома был Жозеф Жозеф Яковлевич вылетел сейчас я говорю Йосиф это главный генерал полковник герой социалистического ТОТ который произведел все тяжелые танки начиная от КВ ИС Йосиф Сталин и СУ 152 миллиметровых были евреи и все конструкцию собирал 40% директоров и главных инженеров всех танков в заводах евреи приблизительно 42% 43% всех директоров авиационных промышленности наши наркомы наш с вами земляк Ванников нарком обороны промышленности СССР трижды герой социалистического труда его вторая золотая звезда и третья золотая звезда я их видел это мой дальний родственник Зальцман танковая промышленность Гинсбург строительство Шапира судостроительство Сландск трижды герой и все это были открытые данные все знали что евреи вкладывают вот такой вклад невероятный вклад в победу 1% населения 1% населения вот такой вклад в победу неужели никто не пытался остановить неужели никто не говорил не надо я скажу почему потом уже сказали начиная с 44 года в момент нападения гитлеровской Германии Сталин был умным человеком он четко понял что во имя спасения советской власти и его личного спасения все возможности нужно выложить и все евреи особенно были хорошие специалисты Ванникову удалось освободить порядка 500 арестованных по его спискам арестовали Алисторану когда его из внутренней мы НКВД 20 июля привели в кабинет Сталина он ему сказал не время сейчас рассиживать по тюрьмам Борис Львович пришло время воевать вы как видно были правы те которые вас оболгали были неправы но вы не должны обижаться на партию большевиков это цитировать это я слышал так сказать от него самого понимаете удивительная вещь он решил дать возможность евреям и они ринулись 180 тысяч евреев получили высшие ордена Ленина в годы войны за оборонку за оборонную промышленность то есть не было ограничений тогда когда спала необходимость началось по другому ну что начиная с 42 года с конца 42 года все наши победы от Сталинградской победы потом Курская победа наверняка 43 год победы были не благодаря тому что наваливали сотни тысяч или миллионы и тем самым гнали гитлеровцев благодаря высокой технологии которая стала получаться артиллерийским орудием были так сказать невероятные вещи когда Сталин понял что есть необходимость была снята временно так сказать товарищ Вехслер называл фамилии Котина Зальцмана некоторых других дело в том что многие годы мои связаны с конструкторским бюро конструкторским бюро которое носило имя да и собственно связано было самым тесным образом с именем Жозефа Яковлевича Котина это был главный конструктор который во время войны был заместителем наркома танковой промышленности кроме того в этом же конструкторском бюро я застал во время своей деятельности трудовой там еще одного выдающегося конструктора конструктора артиллерийских установок Льва Израилевича Горлицкого ну и кроме того сама фамилия Зальцмана о которой только шла речь она тоже была связана с Кировским заводом наше конструкторское бюро как раз входило в состав Кировского завода это было опытное конструкторское бюро что я хочу сказать что во время работы мне многие рассказывали очевидцы потому что сохранилось много еще старых конструкторов которые во время войны вместе с Котиным были эвакуированы на Урал вместе с ним работали насколько напряженной была работа во время войны и насколько ответственны судьба конструкторов включая даже самых главных она во многом буквально зависела от минут они могли лишиться головы за свои решения был эпизод во время Курской дуги когда танки Иосиф Сталин которые поступили на вооружение уже войска вдруг остановились на Курской дуге Котин мгновенно отреагировал на сигналы которые поступили с передовой линии и поехал туда дело в том что конструктора там совершили ошибку и желание как говорится защитить танки привело к тому что перетяжелили броню и трансмиссия не выдержала появились неполадки но одновременно это стало известно и ставки был звонок от Сталина непосредственно в Танкоград где конструктор Котин и Котина спасло буквально мгновение потому что секретарь сказала Котин на передовой на Курской дуге Котин буквально избежал как говорится случайно избежал избежал вот этой трагедии в своей биографии ну надо сказать что вообще это был выдающийся человек ну не только по своим там знаниям по широте знаний но он был как организатор выдающийся человек как прочим и Зальцман то хочу сказать значит дополнительно о карьере Зальцмана дело в том что он был направлен на Урал и он перевозил собственно эвакуировал туда Ленинградский Кировский завод его оборудование в том числе конструкторское бюро и сначала он был направлен директором Танкограда в состав которого входило несколько предприятий но основу которого составляло конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода это было в Челябинске их просто вывезли в открытое поле под Челябинском и там на голом пустыре практически создавался завод основа будущего Танкограда этот завод был создан буквально за считанные за три месяца был создан и стал давать уже танки КВ тяжелые танки КВ Затем в 1942 году его назначили директором Нижнетайгильского завода который выпускал танки Т-34 это разработка Харьковского конструкторского бюро КБ Кошкина вот когда он стал директором вот этих двух крупнейших организаций его назначили наркомом танковой промышленности пробыл он в этой должности всего один год с середины 1942 по середину 1943 года и в 1943 году он был отстранен от этой должности стал опять заместителем причиной одной из причин вот отстранения его должности якобы было то что он трагически будем так говорить распорядился судьбой выдающегося конструктора танкового Семена Семена Гинсбурга вот этого конструктора танков Т-34 Т-33 Т-26 многих других танков который работал в Танкограде ну и который провел неудачные испытания самоходной установки Су-76 и вот наказав его Зальцман отстранил его от работы и направил войска где Гинсбург был в течение 43-го года в 44-м или 43-м году он погиб быстро погиб значит правительство вот не простило это Зальцману и он был отстранен с должности наркома вот такая вот история была в биографии Зальцмана одна из неприятных страниц но это видимо издержки военного времени и видимо такие люди как Зальцман вот другие люди возможно не смогли бы достичь тех будем говорить невероятных успехов которые достигла военная промышленность Советского Союза во время войны ведь люди создавали технику на голом месте перебазировались огромные предприятия на новые места и создавались на этих новых местах вот ценой больших людских потерь но так могли работать только большевики ну вот один из таких представителей большевиков конструкторов был в том числе и организаторов производства был Зальцман другие методы нельзя было пользоваться это было военное время как говорится война все спишет потом родственникам тяжело с этим мириться но такова была судьба во время первых лет послевоенных когда Танкоград постепенно возвращался конструкторы Танкограда возвращались обратно на Кировский завод Венинград первое с чего начал вот эту свою послевоенную деятельность Котин начат строительство жилого комплекса в районе дачного поселка в городе Ленинграде для своих сотрудников эти дома стоят до сих пор трехэтажные коттеджи и действительно люди были за это очень благодарны им ведь город был практически разрушен люди приезжали на пустые на пустые земли ну что говорить о Горлицком этот человек тоже я его застал они уже и Котин и Горлицкий были уже довольно пожилом возрасте Горлицкий был юмористом до последних дней часто шутил это был маленький такой очень шустрый человек и судьба его была тоже очень не сладкой хоть во время войны он был заместителем знаменитого конструктора Петрова этого конструктора артиллерийских установок Горлицкий работал на Уралмаш заводе и ему обязаны создание самоходного самоходной артиллерийской установки С-122 кстати говоря начинал он свою трудовую деятельность с любопытного момента когда он закончил он поступил в Одессе в индустриальный по-моему институт и с третьего курса они были переведены и группа была переведена в Ленинградский военно-механический институт и тема его дипломного проекта была горная пушка Горлицкий создал настолько удачный проект этой пушки что было постановление изготовить опытные экземпляры этой пушки пушка была изготовлена были проведены опытные и сравнительные испытания этой пушки наряду с другими в том числе и зарубежными пушками на котором присутствовали представители правительства и она получила первую премию лично Сталин благодарил Лев Израилевича Обнималова говорил какой молодой такой маленький и такой молодец такую пушку сделал но тем не менее послевоенная судьба вот этих вот великих танкостроителей и орудийщиков была не очень сладкой но как известно Зальцман в 49 году когда начались неприятности с евреями он был лишен всех наград снят был с должностей исключен из партии и вину ему ставилась связь с еврейским антифашистским комитетом и кроме того с лидерами Ленинградской партийной организации которых обвиняли в троцкизме его заставляли давать показания на руководителей партийной организации Ленинграда он отказался давать эти показания но Сталин тем не менее сохранил ему жизнь в то время как многие поплатились он был просто снят со всех должностей лишен всех наград но остался жив после чего он искал собственно работу себе с трудом нашел работу в качестве инженера в городе Муроми скитался по другим городам в 56 году в 55 году он был реабилитирован ну работал в системе почему-то Ленгос Леса потом в системе Ленгос Рисполкома работал на механическом заводе закончил он директором вот этого небольшого механического завода затем ушел на пенсию тихо мирно со всеми своими наградами Горлицкий тоже пострадал и он был в 52 году по ленинградскому делу тоже был привлечен был извлечен из партии посидел в тюрьме вот как вредитель якобы тоже был оправдан ну и тоже в результате у Котина он дорабатывал свои трудовые будни и кстати говоря не терял оптимизма до последних дней своих вот ну что я могу сказать что действительно вот повезло в жизни встретиться вот с такими людьми всех троих я видел встречался с ним на Кировском заводе и просто даешься диву что какой запас прочности был в каждом из них теперь уместно рассказать об одном замечательном человеке Ионе Лазаревич Дагене которому в этом месяце исполнилось бы 92 года но в прошлом году к сожалению он ушел от нас этот удивительный человек был не только героем войны замечательным танкистом умудрившимся в 16 лет добровольцем попасть на фронт успешно воевать от звонка до звонка быть много раз тяжело раненым а после победы в 20 лет оказаться инвалидом без специальности без дома без семьи и тем не менее стать замечательным врачом хирургом ученым писателем а еще он всю войну писал стихи удивительные по своей мощи чувства и правдивости некоторые из этих стихов были хорошо известны цитировались хотя имени автора никто не знал мой товарищ в смертельной агонии не зови понапрасну друзей дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей ты не плачь не стани ты не маленький ты не ранен ты просто убит дай на память сниму с тебя валенки нам еще наступать предстоит кто же он и он деген танкист герой войны ученый автор множества научных работ или прозаик или поэт автор вот этого самого сильного стихотворения о войне одеваю его вот это самый большой военный орден польши вертути милитари а это крест грюнбольда и вот смотрите интересная деталь ведь все вот эти юбилейные медали они ничто а это очень большие награды но потому что это советские награды они у меня выше самых больших польских наград если есть на земле место для ада это в танковом бою мы любили оренбурга когда появлялась красная звезда эту газету не раскуривали читали все когда из танка смерть перехитрив ты выскочишь живой за миг до взрыва ну все решишь отныне буду жив в пехоте в безопасности счастливой и лишь когда опомнишься вполне тебя коснется истина простая пехоте тоже плохо на войне пехоту тоже убивают крови я видел очень много ведь не случайно я стал врачом и именно хирургом и именно травматологом это все была подготовка войны убей немца сколько раз увидишь его столько раз его и убей Симонов и Оренбург да меня не надо было агитировать я мог агитировать я 19 дней выходил раненый из окружения я видел что делают немцы на фронте не сойдешь с ума едва ли не научившись сразу забывать мы из подбитых танков выгребали все что в могилу можно закопать комбриг фугасов ну какая разница тебя убьет 9-тиграммовая пуля или 200-килограммовый фугас ну почему-то вот боялся вот боялся и все а поскольку я боялся а еще больше я боялся что скажут что евреи трус то я всегда был первым и вот я еду все офицеры все командиры танков сидят на левом крыле танка держатся за открытый люк механика водителя и вот проезжаем мимо распятия я повернулся посмотрел назад смотрю уйм равнение налево все офицеры равняются на распятие приехали я занудный пацан а ну-ка выкладывайте как вы молились да перестань выкладывайте как молились потому что не сбудется если вы мне сейчас не расскажете и у всех была примерно одна и та же молитва и здесь же я сел и записал уже готовое стихотворение есть у моих товарищей танкистов неверящих святую мощь брони беззвучная молитва атеистов помилуй пронеси и сохрани следясь друг друга и себя немного пред боем как и прежде на Руси безбожники покорно просят Бога помилуй сохрани и пронеси ну это же не надо было придумывать понимаете это же не надо было придумывать это же было вот это же было и все надо было только записать и все это надо быть очень верующим атеистом чтобы не верить в Бога атеизм это религия вы знаете это очень сильная религия В фильме «Два бойца» в двух местах я снят Наш батальон снимали, и я увидел Бернеса Мы были наши, и мы были немцы И нас сгоняли, жара невероятная Замурзан, и все, я возненавидел это И вот мы с сыном в Ленинграде Я впервые в Ленинграде Остановились мы в гостинице «Европейская» Заходим мы в лифт с сыном, и появляется Бернес Аркадий, жив! Эти жабы не дождутся, чтобы Аркадий Цюбин умер Я ему хотел сказать, здравствуйте, коллега Мы с вами вместе снимались Не сказал, постеснялся Танкисты нам показали, конечно, бетушки На которых, кстати, мы учились вождению Сравниваю, как готовились немецкие танкисты И как мы готовились Естественно, выстрелил я всего три снаряда в училище Три снаряда Офицер выстрелил три снаряда Вы представляете себе? Тридцатьчетверку я впервые увидел на заводе Где я помогал собирать эту тридцатьчетверку И это было очень здорово Вообще, я вам должен сказать Женщины, которые собирали тридцатьчетверки Вот эти голодные, несчастные женщины Которые вкалывали с утра до ночи Это надо было посмотреть, как они работали Или дети, мальчишки Которые подставляли ящики дикие, деревянные Чтобы достать до суппорта на токарном станке Вот кто делал тридцатьчетверки И когда матюгались Говорили, что опять твою мать самая дефектная Так кто же собирал? Кто же делал их? Как можно было их ругать? На них молиться надо было, а не ругать Девятое мая сорок пятого года А утром похмелье Нет алкоголя Кончилась война Я в госпитале Инвалид Без образования Без профессии Без семьи Где мама, не имею ни малейшего представления Я несколько раз запросы подавал Нету Шестого июня Приходит начальник госпиталя С телеграммой молнией Вы представляете себе? Ну кто же телеграммы видел? Кто знал о телеграммах во время войны? А здесь телеграмма молния Оказывается Мама встретила женщину Которую случайно в сорок втором году На Кавказе я спас И говорит, что Твой сын Большой танковый начальник И мама написала письмо Сталину Что Мой сын Большой танковый начальник А я не имею с ним никакой связи И где-то через месяц Она получила ответ Из канцелярии Сталина С благодарностью За сына Ваше письмо Пересвала в часть В которой служит Ваш сын И прибыло оттуда письмо Которое начиналось Значит Что значит Такой Ну-ну-ну-ну Памятник надо сразу ставить Говорит В бою за советскую родину 21 января 1945 года И мама хлопнулась В обморок Потому что она знала Что когда в боях За советскую родину Ее привели в чувство И сказали Ранен, ранен Жив, жив Мама здесь же пошла В горсовет Потребовала Чтоб дали телеграмму Молнию в госпиталь А адрес госпиталя Прислали из части И я получил Эту телеграмму Молнию И нашел маму Вот гимнастерку Вы видите Я свинтил Ордена Медаль Неудобно мне было Показываться так Самое Не хвастаться На костылях И Боль адская Мама поставила Литр водки А я еще Выписался из госпиталя Морфинистом Ко всему Сестра сделала меня А я Пять кубиков Морфия получал Вот Но сразу Порвал Отказался Ломка И больше никогда В жизни Я к наркотикам Не возвращался Но здесь Я принял Петерчатку Запил Стаканом Водки Хоть я и стеснялся В мамином Присутствии Пить водку Мама же меня Видела Шестнадцатилетним Мальчиком И вдруг увидела Кстати она сказала Нет Это не мой сын Это не мой сын Вот она Это Гимнастерка Так что Я не сочинитель Понимаете Я рассказчик В эту руку Три пули В эту четыре Одна из пуль Прямо в часы Которые я собирался Подарить маме И если мама жива И если я когда-нибудь Ее встречу В часы Раздробила лучевую кость И эту пулю Вы можете сейчас Взять Вот она Здесь На память Гимнастерка Офицеры получали Английские гимнастерки И английские брюки У меня были Галифе В сапогах Но я уже не мог Эти брюки носить Все У меня уже никаких брюк Не было Вот эта нога Первое ранение Эта нога Второе ранение Эта нога Третье ранение Все время Этой ноге Доставалось Это Рентгенограмма Моей головы Осколок В мозгу Вот Мой Друг В институтские годы Говорил Ты знаешь Почему ты Самый лучший студент Говорит Немцы Ты думаешь Они тебе Осколок загнали Они тебе Какую-то Думающую машинку Загнали сюда Я мечтал Стать врачом Я ненавидел Слово Ампутация Почему Нельзя Трешить Конечность На костылях Всюду ходил Сдал На Рентгеновского Техника Сдал На Гипсового Техника И понимал Что буду врачом Осколками И схлестаны Осины Снарядами Растерзаны Снега А все-таки В январской Яркой Сине Покрыты Позолотой Облака А все-таки Не баталист А лирик В моей душе И в сердце И в мозгу Я даже в тесном Т-34 Не восторгаться Жизнью Не могу Так хорошо Не меркнет День И нет Небесной Синей И неизвестность В логове Врага Осколками Это местное Проявление Ничего Ты не ранен Произведение Виктора Виктора Астафьева Проклятые Убитые Убитые Так кто же он Ион Дегин Хороший врач Хороший врач Я не могу Отказаться Отказаться От своего Прошлого Я не могу Его выбросить Оно было Честное Правдивое Такое Чтобы победила Страна Чтобы победила Страна Я ведь не думал О идеологии Я думал Только о победе Так я могу Отказаться От этого Я могу Это выбросить За победу Ну конечно Вот У каждого Наверное Есть человек Или люди Которые Оставляют Яркий след В твоей душе Или В твоей личности И встретить Такого человека Удаётся В общем-то Почти Ну любому Из нас И нам Вот Диме Тоже повезло Много было Хороших людей В нашей жизни Интересных Ярких Личностей Дегин Он был Ну я не могу Сказать Что я его Хорошо знала Это неправда Потому что Он был врач А врачей Вы знаете Как знают Врачей знают Когда Кто-то болеет Ну правда Я о нём Мы о нём Немножко Ещё раньше знали Потому что Так случилось Что его Жена Люся До сих пор Она Здравствует Красавица Была Необыкновенная Она работала Вместе Ну в общем С нашим Близким И любимым Человеком В Киеве Это всё было Она была Как Как всякий Нормальный Еврейский Инженер Она работала В проектном Институте И была И все знали Что у неё Есть муж Замечательный Замечательный Врач О том Что он вообще Поэт О том Что он Герой О том Что он Необыкновенная Личность Об этом Никто Даже и не думал А главное Что он был врач Он был хороший Врач Ну вот А тут нам Очень сильно Повезло С Димочкой Потому что В этом Прекрасный день Когда Дима Вернулся Из армии Он просто Служил там В срочную службу В шестьдесят Каком Это было В шестьдесят Пятом году Вот Он страшно Был доволен Что он Наконец Вернулся Домой Город Киев И там Его ждала Любимая Жена Это я И Любимая Дочка Которую Он почти Не знал Потому что Как-то Мы первые Годы В нашей жизни Все больше Брось Жили Женечка Которую Тоже Наверное Вы знаете Да Вот И значит Дима Хотел сделать Из своей дочери Спортсменку Отличницу Красавицу Правильно Ну и Как-то Он с ней игрался И Вывезнул Ребенку Ручку Вот так Ну и Караула Это был Воскресный день Вы представляете Вообще Кошмар Ребенку Между прочим Еще трех лет Не было И в общем Вывезнул руку Ну что делать Звоним Коля Коля Люся Люся Быстро Быстро Приезжайте Мы приехали Просто домой К ним И тогда Собственно Впервые Познакомились Он Как-то Так Совершенно Незаметно Ну как-то Так Вот Вот так И Вместо Того Чтобы услышать Ор Ребенка Которому Вправляют Руку В общем Ничего не Произошло Все было Хорошо Он сказал Все уже Все 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 И мы Значит Стали вести Светский Разговор Ну и Немножко Поговорили О наших Советской О нашей Советской Действительности О том Какая-то Дурость У Дегина Ты помнишь Дима О социалистических Обязательствах В отделении Ортопедическом Отделении Повышения Показателей Ну все Это было Смешно Все это Было Ну так Очень Очень приятно Ну потом Конечно же Мы С ним Общались Дима Совершенно Случайно Взял Его палочку В руки Его знаменитую Палочку Которая Весила 25 Что ли Да Килограмм Вот А он Тренировался У него Нужны были Сильные руки Поэтому он Ходил с палочкой В которой Был впаян В свинцовую Трубку Был впаян Кусок Или Верни Палочка Была Напаяна Свинцовая Вся Ага Палочка Свинцовая В общем Короче говоря Это была Та еще Палочка Он Этой Палочкой Еще Хорошо Дрался Между прочим Вот Ну потом Он еще Лечил Димину Маму И Между прочим Он тогда Опробовал Впервые Вообще В Советском Союзе Способ Лечения Магнитофорами Я не знаю Насколько Это вам Известно Но это Была Его В общем Это была Его научная Идея Это была Тема Его научной Докторской Диссертации И между прочим Этот человек Да Который Окончил Институт Медицинский Который Много чего Еще Заканчивал Кроме всего прочего Он еще Учил Взял Несколько Курсов В университете По физике И по механике И по математике Потому что Для того Чтобы Быть хорошим Ортопедом Надо быть Хорошим Механиком Он так считал Потому что Это все Механика Понимаете Вот А для того Чтобы использовать Магнитофоры Для этого Надо хорошо Знать физику И вот Он взял Несколько Курсов Университета Ну А потом Потом Он Действительно Был Очень Советским Человеком Он был Очень Естественным Человеком Ну Абсолютно Естественно Это видно Правда же В фильме Вот он Такой Вот был Он абсолютно Не придурился Он был Настоящим Коммунистом Он был Настоящим Евреем И между прочим Он совершенно Не собирался В Израиль А вы знаете Почему он Там оказался Потому что Его сын Юра Физик Между прочим Теоретик Он сказал Папа Ты как Хочешь Я как Как только Закончу Учебу Я уезжаю В Израиль И они Уехали В 77 Году И Между прочим Довольно Близкими И такими Дружескими Отношениями Его Связывали Отношения С Виктором Некрасовым Ну там Тем самым Некрасовым Который тоже Жил в Киеве Помните Вот И Бабияр Который Некрасов В общем-то Открыл И в Тушенко И вообще Нам всем Очень близкие Были у них Отношения И вы знаете На какой почве Они разошлись Когда Дегин Сказал Что он Собирается Уезжать В Израиль А это Было В начале 70-х Еще Некрасов Его ужасно Отговаривал Ну я его понимаю Некрасов Причем Вы же понимаете Что Некрасов Не был Антисемитом Ну Ни на грош Кстати Ну это ладно Это потом Вот Ни на грош Не был Антисемитом Ему просто Было ужасно Жалко Чтобы такие Люди Как Дегин Настоящие Люди Вот Со всех сторон Настоящие Чтобы они Уезжали Из Киева Потому что Потому что Нам Нам хорошо С ними Понимаете Было Вот Ну правда Некрасов Уехал Даже раньше Немножко Чем Дегин Его выдавили Вы знаете Уехали Да Ну а еще Я хочу вам сказать Еще одну вещь Которую Может быть Наверное Вы помните Когда началась Началась История С Дрессированными Евреями Вы помните Эту Знаменитую Телепередачу Да Драгунский Помните Там выступал Сидел Вы помните Это Быстрицкая Там была Помните Так вот Дегин Рассказывал Что Антисионистский Комитет Антисионистский В общем Что-то такое В общем Вы помните Это было Противно Позорно И Анекдот Даже Был о том Что выступают Драгунские С группой Дрессированных Евреев Вы помните Чтобы он Не уходил Из армии И вообще Он был Трижды Представлен Званием Героя Советского Союза Ну это Все Так сказать Все это Было И все Это В его Книгах Есть И вот Командир Бригады Его Командир Бригады Полковник Драгунский Ему Сказал Юнгеле Гэй Аройс Он ему Сказал На Идыш Мальчик Уходи Отсюда Это Был Драгунский Вот Тот Самый Которого Мы Вот Видели Уже Потом На Теле И И Он Вы знаете Он Много Об этом Вообще Рассуждал Он Много Об этом Думал И Даже Написал Стихи О том Вот Куда Девается Мужество Тех Вот Людей Которые Воевали Которые Были Героями И Которые Потом Ну Вот Превратились Вот В Такого Драгунского И Еще Один У него Был Очень Интересный Эпизод Ну Как Врач Он Многих Людей Оперировал И Вот Однажды Он Рассказывал Что Однажды К нему Попал Больной Которого Главрач Значит Просил Его Прооперировать А он Вроде Как Бы Еще Был Совсем Молодой Еще Совсем Не Обстрелянный Врач Хирург И Этот Самый Больной Он Требовал Чтобы Его Завтра Прооперировали И Все И Вот Никто Не Хотел Оперировать И Под Разными Так С При Приличными Предлогами Вся Верхушка Хирургическая Этого Института Каким-то Образом Смылась И Остался Один Дегин Ему Пришлось Оперировать Этого Больного Он Не Знал Кто Это Ну Он Его Прооперировал Все Было Хорошо И Потом Тот Ему Сказал Что Я Я Умею Быть Благодарным Сказал Ему Этот Человек Потом Прошло Много Времени И Началось Это Замечательное Время Вы Помните С Еврейскими Сионистами Националистами Делом Врачей И Со всей Охотой На Ведьм И Его Вызвали Дегеном Соответствующую Организацию Как вы Понимаете И Следователь Устроил Допрос И Уже Оказывается Было Заведено Замечательное Дело В котором Деген Фигурировал В этом деле Он фигурировал Как Глава Сионистской Организации Института Вот этого Ортопедического Вот И между Прочем В его Организации В этой Организации Он был главой Этой Организации А под Его Началом В этой Сионистской Организации Была Очень Знаменитый Врач Фрумина Такая В Киеве Это Киевляне Только Могут Оценить Очень Знаменитый Хороший Врач Очень Мужественная Кстати Женщина Ортопед Вообще Представляете Какая Может быть Женщина Если она Ортопед И Она Между Прочем Была Личным Врачом В свое Время У Хрущева Когда Они Еще Жили В Киеве И Хрущев Был Первым Секретарем Украины Да И Вот Эта Самая Фрумина Была Как Была У него На Посылках В этой Сионистской Организации Которую Которой Командовал Дэгин И Вот Этот Самый Следователь Который Ему Устроил Допрос Он Оказался Никем Иным Как Заместителем Министра Госбезопасности Украины И Вот В роли Этого Следователя Он Устроил Ему Допрос И Оказалось Что Это Тот Самый Пациент Которого Он Оперировал В свое Время И Который Ему Сказал Я Умею Быть Благодарна И Этот Самый Следователь Не Знаю Об этом Говорит Дэгин Он Довел Это Дело До Такого Абсурда Ну Вот Просто Абсурда Что Его Затормозили За это Время Успела Фрумина Связаться С Ниной Петровной Хрущевой Они Уже Были В Москве В это Время Вот И Значит Это Дело Затормозили А потом Ну Это Вы Помните Что Дело Врачей Оно Довольно Быстро Ну Как По По Нашим Понятиям Довольно Быстро Значит Когда Оно Начало В марте 53 Нет Не в марте Ну В общем Чуть позже 53 Да Ну И В общем Таким Образом Он Из этого Так Сказать Замечательного Дела Спел Вылезти